Так вот, давайте все-таки вспомним нашу присказку, что лучший конь борозды не портит. Есть, конечно, понятие новый конь, но у нового коня, во-первых, у наших новых коней какие-то дивные ценники, хотя здесь в Best Auto на магнитной 111 можете купить практически новый автомобиль в том же самом кузове, но в цене в два раза дешевле, или отличные автомобили, которые, получив должную обработку, становятся еще более вам нужны по сути своей. Я вам говорю, что за такими машинами вам всем необходимо 100% перед тем, как вы будете что-то думать, ездить и думать о возможностях своего бюджета заехать все-таки в город Магнитогорск. И доехать до досудового никаких проблем нету. Я вам показал, что даже маршрутка едет сюда. Чем отличается Best Auto от других? Вопрос решается просто. Во-первых, место. Это не за городом. Это рядом с мостом, связывающим большую часть города с самым крупным в истории металлургии предприятием. Казачья переправа. Мимо него не проехать. Это первое здание на левом берегу. И немаленькое, кстати. Практически весь первый этаж отдан на продажу вам необходимыми машинами. Причем самое удивительное, что они за машины отвечают. Я сейчас немножко расскажу, потому что текст это я писал достаточно долго. Так вот, более семи лет они здесь занимаются. Вот как-то так. А еще вариант. Он, кстати, один из лучших. Как купить новинку в два раза дешевле, чем у дилеров. Вот вам доход. Вот вам новинки. Идеальное состояние нового транспорта. Две машины. Посмотрите, как они выглядят. Хотя все машины здесь так выглядят. Мы наконец-таки научились следить машинами не хуже нами любимых немцев. Осталось так же ездить. Но с другой стороны, есть и изумительно, и достаточно на высоком уровне образованные корейцы. Не верите? А зря. Интернет вам дает такую возможность. А Best Auto показывает вам машины в идеале. В цене в два раза дешевле дилеров. И в этом что-то даже очень интересное. И мне это больше всего нравится. То, что здесь машины не стоят. Во многом это благодаря естественной работе программы AutoStop. Но с другой стороны, машины здесь не стоят в одной простой причине. Они делаются в изумительном состоянии. Даже мы не будем говорить о ценниках. Хотя ценники на практически новые машины здесь в два раза дешевле. Что мы будем говорить о двух замечательных автомобилях, которые располагаются прямо рядышком со мной. Справа это Volkswagen Passat. Слева это Kia Optima. Ну, последние комплектации. Посмотрите, как они выглядят. И какое количественное удовольствие, когда вы себе такие машины купите. И вы не будете переплачивать бешеное количество денег. Они ровно здесь стоят в два раза дешевле, чем в других центрах. Конечно, вам надо знать. Просто обязательно. Это необходимо понимать. Что примерно 20 или 30 процентов новых машин перекрашиваются в дилерских центрах. Это, господа мои, дорога. Мало того, эта дорога весьма большая, чем в любой другой стране. Это Россия. То есть, может быть, я вас разубедил? Другой вопрос. У меня были машины из Тольятти. Из другой магнитогорской конторы. Машину из Тольятти я сразу переделал. Убрал стойки, приподнял ее и перелопатил салон. А панель выдернул мой весьма торопливый товарищ. Второй автомобиль был из той же оперы. Сигналка, магнитола, мертвый руль. То есть, он сам из кожи износился. То есть, новых я не покупаю. Какую машину брать? Вот вопрос. К слову, этот вопрос решается в Best Auto. Причем, в связи с длинной историей отношений, решается он нормально. Потому что машины здесь смотрят, проверяют, делают и ставят новые запасные части. Мало того, все банки в одном месте решают ваши проблемы. К слову, о банках. Мои банки решали мои проблемы. Но не надо забывать о том, что я коммунист и знаю правила, прописанные Брежневым. Экономия должна быть экономной. А в 2009 году я пришел к зеркалу и сказал, что нежели богато, ну и незачем начинать. И маленькая проблема. Телевидение малость не дешевый проект. И теперь и навсегда. Банки вам в помощь при покупке машин и дома. Остальное – экономия. Чем это мне еще больше нравится? Во-первых, здесь все машины... Давайте все-таки определимся, какие здесь машины. Так вот, какие машины в городе Магнитогорске? Это для тех, кто реально смотрит. Вы можете посмотреть это как в эфире, так и на YouTube-канале. Так вот, в Магнитогорске дороги не солят. То есть, здесь очень внимательно следят за автомобилями вообще. То есть, ну, я, по крайней мере, не видел ни одного четко мертвого автомобиля. Здесь не мертвые машины. Здесь машины в отличном состоянии. Они уже немножко проездили. То есть, у них уже убрались те проблемки новых автомобилей. Вы не знаете, у меня такая же была машина. Новую машину я купил, 99-ю. Мне пришлось полностью все перетянуть, полностью поменять всю подвеску. Это на новой машине. На новой машине я поменял. А здесь эти машины уже все красиво, ровно. Здесь из них делают идеальный вариант для вас. Естественно, вы на этом идеальном варианте можете нормально жить и работать. А если не хватает денег-то, то здесь есть отличные все кредитные структуры города Магнитогорска, представленные здесь. Зайдите на второй этаж. Я бы все-таки рекомендовал вам не покупать по кредитам все то, что вы можете купить своими силами. Для этого необходимо все-таки вспомнить молодость былую и царицу удалую. И был такой у нас товарищ Леонид Ильич Брежнев. Кто не помнит его, кстати, очень зря. Так вот он сказал, экономия должна быть экономной. Если экономия должна быть экономной, то давайте все-таки определимся. В принципе, вы можете вкушать именно свои личные продукты, а не брать все то, что придает вам сетевики. Ну, не надо этого делать, поверьте мне. А остальные деньги не надо ничего покупать в кредит. Зачем телевизоры? Вы просто потерпите парочку месяцочков и купите себе нормальный телевизор большой. А вот на эти машины, вот эти машины и ипотека, это без кредитов обратиться не получится то. Но цена вопроса вот этих всех автомобилей, это машины для семейных. Те, кто умеют ездить туда, куда не все проезжают, естественно, потому что у них и подвесочка по высоте. Но некоторые имеют передний привод, хотя по сути событий у меня были полные приводы варианта, но мне как бы больше нравится монопривод. Я не сильно люблю тратить лишние деньги, потому что вращение задних колес это тоже финансовое напряжение моего уличного бюджета. Вы можете эти машины покупать. Самое главное, что все те машины, которые здесь раньше стояли, здесь их нету, нету и все. То есть мы работаем третий месяц, и работа-то идет, работа идет. И вы можете себе купить машину, вот, к примеру, вот BMW X6 по цене в три раза дешевле, чем оригинальный вариант. Я считаю, что это один из качественных вариантов и умных вариантов, и грамотных вариантов захода в Best Auto на улице Магнитной 111. И самый главный вопрос, вопрос прямой. Мерзкая соль. Почему мерзкая? Потому что все свои, ну большую часть машин я переваривал пороги. Малость того, я не рекомендую машины из мегаполисов. Там постоянная соль. И все ваши машины будут, будут ржаветь. Но вы в Магнитогорске, уж спасибо городу, дороги не солят. К слову, часть Башкортостана тоже. Где машины брать? Опять же, в Best Auto. Рыжиков и гнилья здесь нет. Нет и все. Потому что на Магнитной 111 отвечают за свои машины. Поверьте мне, как специалисту, я сам видел, как здесь смотрят за всеми машинами. Они смотрят с должным удовольствием и перспективой, чтобы возврата не было. А вы покупаете правильный автомобиль, который вам нужен, не переплачивая цену квартиру. Как вам такая тема? Конечно, это очень интересно. Очень интересно и мне это нравится. Это может нравиться любому человеку. Потому что зайдите и посмотрите. Зайдите и посмотрите. Но я не видел машин гнилых. А таких гнилых машин я вижу очень много. И в некотором смысле даже те машины, которые я себе покупал, они по сути уже подгнилившие были. После Москвы-то нашей любимой. Магнитогорск город, который не оссорит. Подумайте об этом. Все те, кто хотит и хочет и будет хотеть себе качественную машину.